Медицинским заложником, брошенным в Турции, оказался нижегородец Юрий Карпов. В последний день семейного отдыха на море с ним случился инфаркт. На скорой его отвезли в больницу, но родственникам пришлось уехать в Россию. Денег на то, чтобы жить в Турции у них просто нет. Юрий Карпов из больницы на родину не отпускают. Требуют 2,5 миллиона рублей. Эту историю нам рассказала его супруга. Он пошел нырять с маской. Он покупался, вышел на пирс, прошел где-то метров 10, наверное, и упал. Как и сказал врач, что он сразу вроде бы упал замертво. Там мужчина был русскоговорящий, который ему все это делал искусственное дыхание. Потом тут были охраны пляжа. И потом приехал скорая, его увезли на скорой. Там ему делали реанимационные действия, привезли в СИД в больницу. Нас развели в больницу, сказали, что больница ему помочь не может, ему срочно нужно в Анталию, у них нет такой аппаратуры. Вот его отвезли в Анталию. Когда мы туда приехали, нам уже сказали, что ему делается операция. Единственный документ, который мы подписали, это то, что мы согласны на операцию. Хотя эта операция уже шла, она уже шла час, когда мы приехали. И я так примерно говорю, девушка, ну это как-то платно. Она, да, это платно. Я говорю, сколько это будет стоить она? Ну, 25, 30, 35 тысяч долларов. Я говорю, да вы что, откуда такие деньги? Она, ну, знаете, это же все-таки операция. Вот все, что она мне сказала. Потом, после того, как ему не стали обрабатывать рот, потому что все время трубка во рту, этот, искусственная вентиляция искусственных легких, то у него началось загноение во рту. Поэтому начался сепсис. У него температура 40, как может быть человек в сознании, если у него температура не спадает. Через 10 дней после операции его можно было транспортировать, было все хорошо. Он уже начал реагировать и как бы открывал глаза и двигал руками. Сейчас в таком состоянии он находится. Вот это сразу после операции. Операция прошла успешно, все замечательно, все прям, сердце работает, все органы работают, он уже начал, и вдруг у него начинается пневмония. Он уже лежит там с 18-го числа, вот уже получается 3 недели. И действий никаких не производится. Сейчас человеку нужна экстренная помощь, мы не знаем, какая помощь ему там оказывается, но счет нам выставили очень хороший. 103 тысячи лир. Это на русские деньги получается 2,5 миллиона. Я работаю в садике воспитателем, откуда у меня такие деньги могут быть? Когда все это произошло, сразу в страховую компанию обратились. В страховую компанию сразу тоже отказалась платить, как это сердечно-сосудистые заболевания, говорит, это. Мы, говорит, такие деньги не выплачиваем. Тур-оператор вообще, то есть, ничем нам как бы не помог. Когда она мне звонит по телефону, я звоню по телефону, она мне говорит. Вы знаете, если вы не заплатите долг, мы его отключим от аппарата искусственного дыхания. Или не будем мы ему делать никакие процедуры. Ну как это так? Это нам говорит менеджер, который находится в больнице. Российское представительство, да. Мы считаем, что им главное сейчас получить деньги, не то, чтобы лечить нашего больного. Потому что, как только задаешь вопрос о здоровье, тебе сразу напоминает о том, что ты должна. Не то, что они тебя там информируют о его состоянии. А вот как эту ситуацию комментируют в туристических компаниях, которые продали этот тур, кстати, вместе с медицинской страховкой. Мы предприняли меры, мы обратились в Пегастуристик. Мы написали письмо на имя Митрофанова Дмитрия Павловича. Но никакого ответа мы от Пегастуристика не получили. У меня нет никаких данных по этому пассажиру. Сейчас уже второй человек сегодня мне звонит и спрашивает про какого-то пассажира, что страховой случай случился. Кто это вообще? Что с ним случилось? Никаких обращений от агентств, от родственников ко мне не поступало лично. Кстати, будут ли как-то власти помогать в этой ситуации, тоже непонятно. Еще утром за комментариями. Мы обратились за комментариями, но пока ответа так и не поступало. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok